Дорогие друзья, приветствую вас! Вы снова на канале «Я хочу все знать» и сегодняшнее видео будет о бабе Ванге и об инопланетянах. Желаю всем приятного просмотра. В прошлом 20 веке Болгария жила слепая ясновидящая, прославившись тем, что помогала людям лечить болезни словами и травами. Знала каждого, кто к ней приходил и с чем, а также предсказывала о будущем любому человеку и всему миру. Ее звали Вангой. С ее слов было записано много предсказаний, потом были изданы книги, и таким образом эти предсказания стали известны очень многим людям. Среди ее предсказаний есть немыслимые – это контакты с представителями внеземных цивилизаций. Ванга говорила, что на Земле существовали цивилизации до того, как появилась наша, а в космосе есть разум, в сравнении с которым наша цивилизация – это детский сад. Сегодня исследователи предполагают, что до появления нашей цивилизации было еще пять на Земле. Все они исчезали по разным причинам. Но есть утверждение, что цивилизаций было гораздо больше. Это очень интересная тема и вместе с тем очень таинственно. Считается, что предшествующей расой была раса атлантов, которая прекратила свое существование так уже давно, около 12 тысяч лет назад. Об этой расе мы узнали из сочинений Платона, но еще более о древних расах писала Блавацкая в своих трудах. Немало сведений на эту тему оставил прорицатель Кейси. Он рассказывал, что цивилизация атлантов уничтожила сама себя, при этом пострадал весь мир на Земле. То же самое может ждать и нашу расу, если мы не изменимся. Ванга говорила, что в космосе есть разум, который обогнал землян в развитии во множество рас. Но уже не так далек тот час, когда земляне встретятся с представителями иных цивилизаций. Ясновидящая считала, что это их летающие тарелки кружат над всей планетой в попытке найти контакт с человечеством. Она говорила, что подобных аппаратов над Землей летают очень много, и люди не могут видеть сразу всех их одновременно. Но их очень много. В каждом находятся по три пришельца. В последние годы своей жизни, в 90-х годах, Ванга предсказала, что контакт с представителями других миров произойдет только через 200 лет, и что первые сигналы из космоса будут зафиксированы венгерской аппаратурой. Когда американцы высадились на Луну, Ванга утверждала, что наблюдала за их действиями благодаря своим необычным способностям. Она говорила, что астронавты не потерялись даже с сотой долей того, что они там увидели. К сожалению, ее рассказ не был записан, но она отмечала, что некоторые вещи намеренно скрыли от общественности. На самом деле, несколько лет назад НАСА опубликовала подробный каталог лунных аномалий, а также раскрыли некоторые детали полета американских астронавтов на Луну в 1969 году. В этих отчетах описано, что когда Нил Армстронг и Бас Олдлин опустились на поверхность Луны, Армстронг передал по внутренней связи. Что здесь происходит? Прямо перед нами, с другой стороны кратера, находятся какие-то космические корабли, больше нашего, и они за нами наблюдают. Существует мнение, что некоторые открытия, сделанные во время лунных экспедиций, до сих пор засекречены. Возможно, рассказ Ванги был записан кем-то из присутствующих, но не был опубликован. Слепая ясновидящая неоднократно говорила об инопланетянах. Она утверждала, что они приходили к ней, и она беседовала с ними на разные темы. Даже посетила одну из их планет. Однако Ванга неохотно рассказывала об этом, считая, что время для таких разговоров еще не пришло. Все же кое-что она поведала. Ванга говорила, что первые в контакт с землянами войдут существа с планеты Вафим, которые третьи по порядку от Земли. Эти существа прозрачны, но ходят в одеждах. Их одежды напоминают рыбью чешую. Их волосы как водоросли, а головы окружены орелом. В другое время Ванга описывала так инопланетян. Они похожи на нас и в то же время отличаются. Они сильные, вроде наших здоровяков, но в перьях как куры. Такие у них одежды. На ногах что-то вроде вьетнамок. Также ясновидящая говорила, что они хотят помочь, могут лечить и очень аккуратны. На их планете все трудятся. Некоторые контактеры также описывали инопланетян. Совпадение это или нет? У этих инопланетян тоже имеются орелы вокруг головы. Ванга предсказывала, что встреча с представителями других миров приведет к значительным изменениям в нашем мире. Действительно. Что же мы ожидаем от такого контакта с пришельцами? Вероятно, обмен знаниями и опытом. Нам, скорее всего, понадобится больше от них, чем им от нас. Мы захотим посетить их планету, если это возможно. Не так ли? Мы захотим много узнать, увидеть, почувствовать. Но готовы ли мы сейчас к этому? И готовы ли те, кто когда-то вступит с нами в контакт, делиться своими знаниями и опытом? По словам Ванги, ждать визита инопланетных цивилизаций еще долго. Но мы не можем стоять на месте, мы должны продолжать развиваться, а не ждать милости с неба. Возможно, нашим детям или внукам посчастливится проводить отпуск в созвездии лебедя, беседу за чашечкой напитка с низенным вкусом с местными жителями на побережье Альберионского океана. Что же предрекла Ванга на 2024 год? Уже в 2024 году инопланетяне придут на Земли не с войной, а с миром, предоставив людям свои технологии и знания. Такое предсказание нашли среди высказываний болгарской правительницы Ванги СМИ. Технологии пришельцев помогут человечеству решить многие проблемы и создать более совершенный мир. Также благодаря новым технологиям люди начнут общаться с животными, что улучшит взаимоотношения между видами, считала провидица. Это позволит лучше защитить исчезающие виды, так как люди будут более осведомлены об опасности, которую они представляют для животных. В будущем деньги, как мы их знаем, исчезнут и будут заменены блокчейн-валютой, что сделает финансовые операции безопаснее и прозрачнее. В 2024 году ожидается также открытие технологии, позволяющей черпать энергию из космоса, что обеспечит практически неисчерпаемые ресурсы для человечества и поможет спасти Землю от климатических катастроф. До встречи! Пока-пока!